Как относитесь к вакцинации? Первую прививку уже сделала. Замечательно. Положительно? Нейтрально. Настороженно. Ну, многие знакомые уже сделали, я ещё не делала. А планируете вообще? Да, подожду ещё. А если я скажу, что сотрудники магазина позади вас решили массово привиться, проще будет посещать этого? Ну, конечно, 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 проще. Почему? Ну, потому что уже знаю, что человек не заразит тебя. Выходит, даже те, кто с опаской относится к вакцинации, чувствуют себя более защищёнными рядом с привитыми. Ирина, решив обзавестись иммунитетом от коронавируса, подумала об окружающих. Она – повар-кондитер. Мы же контактируем со всеми, даже маски, не маски, поэтому просто решила, что это нужно, и всё. Однозначное решение вакцинироваться принял и Василий Черновайнов. Давно хотел, а тут благодаря мобильной бригаде медиков представилась возможность сделать это без отрыва от работы. Я много прочитал, у меня много знакомых врачей, военных. Родственников. Они уже все привились. Гостиничный и ресторанный комплекс, в котором работают Василий и Ирина, среди организаций, руководители которых проявили сознательность и оставили заявку на коллективную вакцинацию. Наша сфера деятельности, она очень активна. Мы взаимодействуем вообще с людьми, в первую очередь. Гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, поэтому для нас это особо важно. Артём – сотрудник одного из предприятий розничной торговли. Он и его коллеги тоже посчитали нужным сделать прививку. Почему Вы считаете, что она необходима? Ну, так считают медики. Наверное, им стоит довериться. Прививка – это ещё и возможность беспрепятственно путешествовать, что особенно актуально в период отпусков. Все говорят, я пройду ПЦР-тест. Но ПЦР-тест – это деньги. Вакцина – это бесплатно. По крайней мере, пока что. И на сегодняшний момент, сделав вакцину, спокойно человек может передвигаться как по территории страны, так в принципе и в другие страны. В регионе порядка 10 тысяч торговых предприятий. На многих из них количество вакцинированных сотрудников уже превышает 30%. На некоторых – все 70%. Если мы все вместе будем дальше продолжать эту работу, то на Белгородской области, я надеюсь, такими темпами мы к осени сможем приобрести коллективный иммунитет. А вот мнение главного пульмонолога Белгородской области для тех, кто недооценивает опасность коронавирусной инфекции и последствий ковида. Мы сейчас занимаемся данной группой пациентов, которые говорят о том, что они перенесли коронавирусную инфекцию легко. Да, факт у них подтвердился. Начинаешь слушать, а он весь хрипит. Врачи говорят, что коронавирус может повлечь лёгочную недостаточность даже у обладателей крепкого иммунитета. А это снижение качества и продолжительности жизни. Стоит ли так рисковать? Каждый решает самостоятельно. Глеб Дудкин, Дмитрий Коваленко. Такой день на мире Белогория.